Всем привет! Ох, как сразу 17 человек пришло. Странно, это на экране что-то. Я думал, на лице что-то прилипло, а это, оказывается, на экране. Всем привет-привет! Странно, да, что я вышел в прямой эфир за 2 часа до прямого эфира обучающего. Сегодня мы там будем разговаривать о косметике. И сегодня очень много там будет интересных тем. Много всего расскажу. Я рад вам всем, на самом деле, сообщить такую новость. Очень важная новость. С нами больше никогда, ни на каком аккаунте, ни в одном эфире, вообще никогда, нигде, этот человек больше не появится. Это Лена Лена. Все ее наверняка уже знают по моим эфирам, по эфирам Романа и эфирам Лены Санджаровской. В общем, все. Я заблокировал этого человека просто во всех соцсетях, которые можно было заблокировать, потому что она мне писала везде. Она писала мне в Телеграме и в Вайбере и в Ватсапе на оба номера. И где еще, и ВКонтакте, ну и слава богу, у меня в Одноклассниках нету, туда не писала. На три аккаунта в Инстаграм. Но это просто невозможно. И когда я ее вчера заблокировал на курсе, она... Ну, девочки просто стали жаловаться, реально стали жаловаться о том, что невозможно смотреть эфир, потому что Лена там бунтует. Ну, неадекватный человек, да, она такие есть не только на просторах интернета, Инстаграма, но и в жизни нас такие окружают. Я таких сразу держусь подальше, да, как-то так умею отводить от себя. Здесь, ну, я терпел, 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 терпел. Ну, у меня тоже есть предел, да. Я просто человеку объяснил, что она мне на это, на все. Просто таких гадостей, типа, наговорила. Это вообще ужас какой-то. И после этого она говорит, ладно, все, давай забудем. В общем, давай, добавляй меня обратно, я больше так себя вести не буду. Че, смеешься, что ли? Ну, че за бред вообще? Я ее брал на курс только из-за того, что у нее был повышенный интерес. И она действительно говорила, я не буду себя там неадекватно вести, все нормально, я приму твой курс как курс, а не как там какой-то непонятный хайп. Что это на моей совести? Не понял. Я могу перекурить и во время эфира. Не понял, вот про что вы тут написали, это на моей совести, или это не мне? Слушайте, ну, создав новый аккаунт, точно так же пойдет в блог. Она наверняка себе не будет тихоней вести, наверняка она будет продолжать делать такие же вещи, опять ее просто везде заблокируют, да и все. Вы перекрыли кислород. Да, да. Ну, невозможный человек. Я бы, на самом деле, с радостью вам показал все, что она мне пишет, там реально полный неадекват. То есть, я ей там по двое суток не отвечал, ну, потому что это невозможно. Она мне сто сообщений, я ей просто одним сообщением отвечал, ну, что-нибудь отвечал, да. Вот, но там полный неадекват. И когда, главное, она понимает, что я не отвечаю на ее вопрос, она начинает провоцировать. Я на провокации никак не ведусь. Начинает провоцировать всякие такие, знаете, колки, прям мерзкий вопрос задавать там про что-то личное или еще что-то. Вообще, что это такое? Ну, все, меня это больше не тревожит. Ура. Да. И все пишут ура, ура. И все девочки, которые у меня на курсе, сейчас проходят обучение, очень многие стали мне писать личные сообщения о том, что Андрей, ну, это невыносимо. И, там, давайте как-то этот момент вас смотрит сто человек, а один человек просто мешает всем. Ну, и все, и мое решение было правильным, как все остальные решения. Нужно узнать, как ее жизнь без вас. Знаете, что самое стрёмное, она сказала, что... Не то, что самое стрёмное, но такое вот. Она почему-то за... Она заплатила те же деньги, что и все остальные, да, и проходит на равных условиях для всех. Но почему-то она... Во-первых, как это все началось? Она, когда захотела на курс, она начала мне говорить такие вещи, типа, Андрей, а можно я заплачу тебе 600 рублей за курс, а не 1690? Я спросил, а с чего баня-то вообще разгорелась? Она, ну... Мы с тобой же дружим. Как мы с тобой дружим? Во-первых, я тебя не видел. Мы с тобой не дружим и вообще мы с тобой даже не общаемся. Ты смотришь мои эфиры, задаешь интересующие тебе вопросы или провоцируешь моих зрителей. Окей, ну ты же понимаешь, что если бы меня не было, твои эфиры вообще не пользовались никакой популярностью. С чего ты вдруг такое взяла? Ну, представляете, человек мне такое пишет. Ну, в общем. Она говорит, давай за 600 рублей. Я, ну, нет. Я говорю, для всех одна и та же цена. Скидку я делать никакую не буду, потому что это и так, в принципе, очень доступная цена за ту работу, которую я выполнил и выполняю на сегодняшний день. Ладно, давай за 850. Я говорю, Лена, ну, я объясняю, что нет, не будет никаких скидок. И в итоге мы дотянули до полутора тысяч. Она дотянула до полутора тысяч. Я ей сказал, нет. Я остаюсь верен своим словам и сумме. Она же не приходит. Вот я ей привел пример. Ты же не приходишь в магазин, смотришь на колбасу, она стоит 500 рублей. Не знаю, сколько просто колбаса стоит. Вообще, не знаю, не покупаю, не ем. Ну, стоит она 500 рублей. Ты же не подходишь к продавцу и не говоришь, ну, пожалуйста, можно за 150? У меня только 150 есть. Ну, такого же не происходит. А почему я должен на что-то делать скидки? Когда у меня, например, акции, как были вчера, да, но просто у меня осталось определенное количество косметики, которого больше, кстати, уже не осталось. Осталось немножко пудры. Но ее я оставил для приходящих на очное обучение курс, потому что девочкам я рассказываю про эту пудру, и все хотят ее купить, потому что она реально волшебна. И на сегодняшний день до сих пор нет ни одного негативного отзыва. И это очень приятно. Так вот, и я ей привел этот пример. Например, она согласилась, перевела мне эти 1690 рублей, но вчера я ей перевел обратно. Но не эти деньги. Она посмотрела все-таки полноценно два эфира. Вот. Я разделил сумму на количество эфиров, сложил эти два эфира, вычел из общей суммы и вычел с нее еще 500 рублей за вот такое вот отношение, за неустойку и за то, что она посмотрела ленту, которую я заполняю полезной и важной информацией. И ленту я по сей день заполняю, заполняю, и будет 37 постов. Вот. И за это я тоже вычел. Все. Моя совесть чиста. Я ее удалил, деньги вернул. Я про Лену-Лену, которая, да, да, которая тут выносила мозг мне, вам, и вообще, да, да, неадекватно абсолютно. Человек, я вообще очень редко про кого говорю какие-то гадости, но если говорю, то это все справедливо, и это чем-то, чем-то, чем-то подкреплено, да. Лена Санжаровская заблочила, по-моему, эту даму, да. Ну, слушайте, одинокие личности себя, мне кажется, так не ведут. Одинокие личности стремятся быть полезным кому-то, чтобы на них обратили внимание. Но не вот таким способом. На нее, конечно, обращали внимание, но только негативное внимание, да. Есть три вида внимания. Нейтральное, да, то есть вообще, как бы, по боку на человека. Негативное и положительное. Вот, так она на себя брала именно весь негатив. Зачем она это делала, непонятно, что за человек. Но она 100% одинокий человек, потому что, во-первых, кто с такой будет общаться? Вы представляете, что это в жизни? Хотя, вполне возможно, это какая-нибудь замухрышка такая, с вот таким вот хвостиком зализанным. Вот здесь вот ходит себе, и как бы... Ну, скорее всего, так. Кто-то пришел. Здравствуйте. Здравствуйте, а офис 71. Вам что нужно? А у меня студия. Чего? Я визажист-стилист. А, понятно. Так, вот. И вот, мне кажется, что Лена Лена, это вот именно вот тот персонаж, который вот такой серенький в жизни, но вот она вот так раскрепощается. Ну что, у нее ни одной страницы нет на этом. У нее там 7000 подписок. Да, это, скорее всего, человек сидит и участвует во всех конкурсах, которые только могут быть в Инстаграме. Да, количество подписок. Вот, и подписчиков у нее там что-то 10, наверное. Да, торговалась как на рынке. Это вообще был кошмар. Хорошего вечера, пятница. Вам, Андрей. Спасибо. Я, кстати, не разделяю ни хороший вечер четверг и хороший вечер понедельник и пятница. Для меня, ну, как-то у меня не бывает выходных, поэтому мне абсолютно все равно, какой день недели. Вот. Но спасибо за пожелание. Такие, как Лена Лена, это издержки публичности. Это издержки, из-за отрыжки публичности. Да. Пудра просто супер. Да. Рад, что вам нравится. Не буду тебе, Роман Роман, доктор Рома, точнее, махать. Занимайся теми делами, которые у тебя уже запланированы на вечер. Ее уже все заблокировали вроде. Да, кроме меня, ну, я реально терпел. Думаю, ну, 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 просто такой человек, ну, когда ей всему, да, предел. Тем более у меня любимая вкусняшка. Шоколад. Шоколадка, от которой у меня прыщики. Ну, шоколадки люблю. А, нет, я и выпечку еще люблю очень. Мне вчера одна пизда писала, что Елена мне в мастере годится. Елена Санжировская. Если, то, а почему нет? Ну, в 20, на 20 лет она тебе старше. Да, почему нет? Годится. Ну, она сделает другой аккаунт, уверена. Ты сделает? Ну, опять же, это такое же будет поведение, сразу я ее в блог. Нет, нет. Возврата точно не будет. Какой у нее возраст? Интересно. Социальные наблюдения. Что-то ей под 30, наверное. Вот, насколько я помню. Привет, привет. Я видела мат в эфире и обратила внимание, что это Роман Александрович ругается. Роман Александрович ругается. Как сапожник. Как-то я быстро на все вопросы ответил. Я сегодня был у врача, был у терапевта. Мне посоветовали сначала к терапевту обратиться. И, значит, знаете, вот у нас вся медицина, мне кажется, разделяется на, опять же, три типа. На платную медицину, на бесплатную медицину и на полубесплатную или полуплатную медицину. Да, вот так вот разделяются три медицины. И я обращаюсь в полубесплатную или в полуплатную медицину. Потому что, если, когда ты обращаешься в платную медицину, то тебе пытаются внушить, что ты самый больной человек на всей планете Земля. Что ты чем только не болеешь, что у тебя все плохо. Давайте проверим и это, и то, и пятое, и десятое. И вообще все давайте. Все анализы. По всем аппаратам пройдемся. Все подключим к голове, к ушам, к чему только не подключим. Давайте все проходить, полное обследование. Конечно, ты только вот так вот отслюнявливаешь, отслюнявливаешь бесконечно. В бесплатной медицине тебе говорят, что вы здоровы. Да просто там давление померяют, пальчик зажмут на пульс. Все. У вас все прекрасно. Да какие вам анализы. Вы что? У вас хороший цвет кожи. Обратите внимание, какой цвет кожи прекрасный. Все у вас хорошо. Нет, вы понимаете, что у меня там, меня беспокоит головокружение. Это все психосоматика. Почитайте об этом в интернете. А то, что там у меня там расстройство бесконечно беспокоит. Не ешьте там, не знаю, жареное. Все будет хорошо. Вот чем отличается. А в полубесплатный или полуплатный, тебе как бы говорится то же самое, что и в бесплатный, что у тебя все хорошо, все потрясающе, не нужны никакие анализы. Но если вы сомневаетесь, есть такое вот но. Но если вы сомневаетесь, то у нас есть еще в нашем бесплатном отделении платное отделение, где вы можете сдать анализы. Кстати, там действительно, где я сдаю анализы, это городская клиника. Но при городской клинике есть такое платное отделение, где ты можешь сдать всякие специфические анализы. Ты можешь пройти там всякие анализы. И на РА, на онкологию можно сдать. И на СПИД, на ВИЧ. Потому что это не общий анализ. Бесплатно ты можешь только анализ мочи, кала и общий анализ крови сдать. И все. А вот в этом платном отделении уже там всякие есть тонкости. И вот я хожу как раз в полуплатно-полубесплатное отделение, где мне предлагают сдать. В общем, сегодня я рассказал огромную кучу проблем. то, что меня беспокоит. А мне сказали, а сдайте-ка вы кровь на, знаете что, на работу щитовидной железы. Да, то есть вот этого я еще никогда не сдавал. Сдайте, сдайте. Ну вот в понедельник пойду сдам. То есть то, что меня панические атаки беспокоят, то, что у меня с желудком не все в порядке или с кишечником. Анализы я буду сдавать на щитовидку. Вообще супер просто. Я обожаю нашу медицину. Нет, конечно же, я пойду дальше. Потому что, ну, у меня это все ответы, вот эти вот на бесконечное количество вопросов меня не устроили. Поэтому нужно будет обратиться, наверное, к другому терапевту, который меня направит. Но хотя бы я сегодня узнал, к кому мне обращаться с паническими атаками. Это у нас не психиатр, а психотерапевт. Там, оказывается, есть разница. Но я в эти тонкости никогда, к этим врачам никогда не попадал, но, видимо, придется попасть. Это лично к себе внимание. Да, привлекало, привлекало. Всем становится интересно. Я рада, что она больше не отвлекает и не беспокоит нас в эфирах курсы. Так спокойно и хорошо. Только полезные информации и вопросы по делу. Не нарадуемся. Да, я этому тоже, на самом деле, рад. Привет из Владимира. Владимиру привет. Андрей сделал ей рекламу, сам того не понимая. Ну, может быть. Ну, а что рекламировать? Если бы это была какая-то личность, которая что-то несла людям. Да, она несла только кошмар какой-то. Не пойми, что она несла. Несчастье точно и нерадость. Вы бы перешли на ее профиль и подписались. А тут какая реклама? О чем вы говорите? Скидывать видеоэфир не получится никак. Да, я на планшете решил включить эфир и записывать с телефона. Скидывать эфир, да, это очень сложно. Я их, конечно, на всякий случай сохраняю. Но их, видимо, можно перекинуть только по airdrop. Или же, если я все-таки разберусь с этим Яндекс.Диском. У меня есть Яндекс.Диск. Я просто не понимаю, как им пользоваться. Как с айфона можно перекинуть на не эпловский компьютер это видео. И потом его надо каким-то образом залить на этот Яндекс.Диск. И потом дать ссылку на вас. Я с этим никогда не сталкивался. Вот завтра, надеюсь, что Аня Гарбузова сюда подъедет. И мне, может быть, как-то вкратце объяснит, покажет. Потому что для меня все, что связано с компьютером, это вообще провалище. Не понимаю я компьютер, к сожалению. А то, что вчера произошло с эфиром, я вообще, во-первых, был злой, как собака. Я вчера пошел в кино. Мне просто даже... Я так, знаете, кино два часа мельком смотрел. Вот реально. Потому что бесконечно писали девочки о том, что... А я даже не знал, что такое случилось с эфиром. То есть я думаю, ну записал, записал. Мне никто не звонил. Ничего не происходило. У меня был авиарежим, я его проверил. У меня был перезагруженный телефон, перезагруженный интернет. Что произошло, я до сих пор так и не могу понять. Там записалось только полчаса эфира. И сегодня полчаса мне пришлось переписывать. Провести дополнительный эфир по кистям. Вот, поэтому... Надеюсь, сегодня такого не произойдет. Так вот, эфиром я толком... Я его, конечно, посмотрел. Но вот те тонкости, которые можно было увидеть, я не увидел. Потому что в этот момент отвечал на все вопросы. И думал, как уладить ситуацию. Платно можно ходить только по отзывам на определенных врачей. Да, да. Посмотрим на телефон, эфир точнее. Но нет, я же сохраняю эфир. Просто пока не знаю, как передавать их. Щитовидная железа отвечает за работу всего организма. Ну, скорее всего. Ну, вот, видите, значит, полезный будет анализ для меня. Я просто сказал о том, что у меня тут было гормональное высыпание. Прямо жуткое на шее. Вот. И вот мне сказали, давайте на щитовидку. Я сдавал кровь на щитовидку. Потом заставляют УЗИ делать, заставят. УЗИ, ну, сделаю УЗИ. У нее даже аватарки нет. Вот, я тоже про кого речь, простите. Про Лену, Лену. Такое состояние может быть связано с гормонами щитовидки. Вы зря негодуете. Может быть. Зря вы про щитовидку. Так я тоже не подозревала. Рыдала мне. Рыдала внезапно. С нервами не в порядке. И действительно было дело в щитовидке. Может быть. Ну, вот. Сдам. Сдам. Да, в понедельник в 10.51. Представляете, направление? В 10.51. То есть, если я приду в 10.52, мне скажут, что не. Молодой человек, что вы себе позволяете? Да. Или же я приду в 10.50, мне скажут, куда? Куда ты лезешь? Да, у меня. У тебя в 10.51. Смотри, какой фильм? Кстати, я даже уже не помню название фильма. Фильм называется «Простая просьба». Простая. И там реально про простую просьбу. Фильм такой, хороший прямо. Как-то ходил в больницу, меня сразил, наповал вопрос врача. Он спросил, как вы считаете, что у вас? Внимательное лицо ждало моего ответа. Да, хороший врач, специалист видно. Но у меня был другой терапевт. Это вообще. У нас в нашей городской поликлинике есть терапевт, которого знают все. Я раньше был прикреплен насильно к нему, потому что проживал на полянке. Соответственно, там был прописан. Но потом меня перепрописали в другое место. Ну, а в больнице я в этой захотел остаться. Я москвич. И, в общем, был такой прикрепленный ко мне терапевт, точнее, я к нему. Самель. Фамилия Самель. Это просто какая-то жесть. Это взрослый мужчина, и ты вот на порог к нему заходишь, а он тебе с порога. Че у тебя? Я говорю, доктор, ты подходишь к нему и начинаешь. Вот у меня там кто-то. У тебя спит? Все. То есть других диагнозов не было. Он сразу тебе с порога. И ты стоишь просто, как будто бы на тебя ведро вот так вот говнище ливанули. Как ты можешь знать, что у меня, если я только зашел. Я даже, ну, там два слова успел кинуть, и он тебе сразу с порога говорит. И я спрошу, а с чего вы взяли? Как вы это поняли? Ай, у нас, говорит, это, 15 человек на районе болеют. Почему нет? Ну, первый симптом уже похож. Доктор, у меня кашель, спит, я же говорю. Ну, вообще, просто какой-то кошмар. И в итоге я от этого врача отказался. Ну, я его в тот момент даже не дослушал. Пошел, переписался к другому терапевту. И теперь я блуждающий по всем терапевтам. То есть, кому попаду, к тому попаду. Любимого как-то нет. Андрей, не болей. Спасибо. Моя родная сестра, близнецы и проблемы. Такие же панические атаки и проблемы с детьми. Давненько в кино не ходила. Надо подумать, на какой... Надо подумать, наверное. На какой сходить, посоветовать. Если знаете, хороший фильм сейчас... И сейчас хорошие вот идут вот этот, простая просьба. Он уже давненько на самом деле вышел, но реально хороший фильм. Ну, он интересный хотя бы. Он прям реально интересный. И сейчас... О, знаете, какой фильм? Что-то там про магию и волшебство. И про каких-то там неведомых зверят. Вышел фильм с таким знаменитым актером. Не помню, как его зовут. Он еще снимался в главной роли про Великана. Про Великана... Как же звали этого Великана? Не помню даже, как Великана звали. В общем, фильм про Великана. Там в главной роли сейчас идет фильм про вот этих вот зверей. И еще сейчас идет с мистером Бином. Тоже не помню, как этого актера зовут. Агент Джонни Инглиш. Я при просмотре эфира ставлю записи крана. А это как? Здравствуйте, здравствуйте. Ходила в клинику филиал Малыш. А, в июле сказали, вряд ли до сентября доживу. Такое плохое состояние. И по кругу ходили человек семь. Уговаривали взять кредит 200 тысяч. Ладно, я умею ставить блоки. Кошмар. Кошмар. Да, это он так шутил. С желудком и кишечником. И смогла вырваться из этих застенков. Вам повезло. А могли бы, а вот если бы были послабее немножечко, то, скорее всего, пошли бы, взяли кредит в 200 тысяч и Малышевой Ленке бы заплатили. Но подумайте, временные трудности – это название. Временные трудности. Что-то, по-моему, я смотрел. Андрей Дубритер, еще хороший психотерапевт. Если нужно, могу дать контакт. Она действительно хороший профессионал. Проверял. Ну, скиньте, пожалуйста, Катерина, 198 мне в Директ. Буду благодарен. Расскажите, как ставить запись экрана приложения, скачать какое? Проверено, да. Последствую, хороший фильм или сериал на выходные? Сериалы я не смотрю, а фильмы... Вот сходите в кинотеатр, порадуйте себя. Я, может быть, сегодня тоже проведу эфир и пойду еще схожу на агент Джонни Инглиш. Ну, я люблю комедии. Такие тупые, тупые. Иногда нравится. Просто поражает, не задумываясь ни о чем. Такие фильмы тоже имеют место быть. Сегодня повторку кисти делаю, запись экрана. Что за запись экрана? Не понял. Это типа как скрин экрана, только видео? Или что ее такое? Не слышал никогда. Наверное, ваши клиенты вашу энергию забирают. Да, ну это очевидно. Это очевидно. Да, все, кто работает с людьми, особенно за головой, с лицом, с томатологи, да, те же, визажисты, стилисты, парикмахеры, массажисты, бровисты. Это все, всех у этих людей забирают энергию, действительно. Это правда. Это функция в телефоне, там где Wi-Fi, геоданные. На айфоне? Девочки, как ставить запись экрана? Я видел, что так делают, но не знаю как. Я тоже реально, нет, может быть, я еще и запись экрана научусь ставить. У нас сегодня неполный будет эфир, потому что я пойду сейчас, я так вышел, поделиться про Лену Лену, про врачей, про свой поход в больницу. Вот и пойду сейчас готовиться к эфиру обучающими. У меня в Хоноре 9 есть. В Хонор, Хонор. Что за минуту молчания? Там где Wi-Fi, геоданные. Ну ладно, посмотрю. Танечка буркала. Вы знаете, мне кажется, прогнозы не очень хорошие, потому что напишите мне, пожалуйста, в директ, когда я вам хотя бы, просто чтобы вас не искать, когда я вам делал отправку. Вот этой посылки. Я сегодня был на почте, отправлял всем посылочки по акции. Ой, хорошо, акция разошлась. Все, уже нечего даже продавать. И опять же, каждый раз спрашиваю про вас, что с посылкой. Мне все время говорят ждать. На почте так и говорят, ждать. Ты сказал, хорошо, буду ждать. Но я спросил, какая там система. Там, оказывается, посылка теперь лежит не месяц, а 15 дней всего лишь на почте. Вам должно было извещение прийти на почту о том, что она у вас. Вы наверняка сохранили это извещение. И после этого... Ага, хорошо. Я Марина Ралай. Какое длинное это, я даже не могу до конца прочитать. Вот, 15 дней, значит, лежит ваша посылка на почте. И после этого она отправляется обратно тому, кто вам отправлял ее. Отправлял я, но она как бы не приехала еще. Не приходило извещение. А кто же вам тогда сказал о том, что вам ее отправили обратно? Ну, ее там на почте, эту посылку вообще видели вам? Ой, дали подтверждение того, что она была. И тоже, я вот эти вот квиточки с треками храню ровно месяц. Прошел ровный месяц, я выкинул эти квиточки. Все мне отписали, что все получили. И все, пока. Дайте верить, ох, что это почта России. Да, вера, это самое главное. Знаете, что в Испании на почте очень классный... Очень классный герб. На гербу почты Испании нарисованы, по-моему, аист и черепаха. Или не аист? Какой-то быстр... Нет. Какой-то быстро летающий зверек. И черепаха. Там как-то это объясняли мне, что-то я запамятовал. Мне бокс еще не пришел на почте России. А сколько уже прошло? Уже дней 10 прошло. Если посылка обратно придет, то нужно будет оплачивать обратный пересыл. Ну, оплатим мы обратный пересыл. Да, с паспортом тоже дают, без извещения. Но вот тут девочка не успела забрать, она уехала в отпуск. К каждой посылке присылается номер, и вы по нему можете... Да, это называется трек-код, трек-чека. Но трек я уже не сохранил. Месяц прошел, я его выкинул. И через месяц мне как раз, через ровный месяц, я его буквально выкинул, и на следующий день мне написал. Татьяна Свет, профессионально, посмотри по номеру письма. Где письмо посылок? Ну, уже не посмотрим. Мне было, да. Если посылка обратно придет, то нужно будет оплачивать обратный пересыл. Да, это оплатим. Привет всем, Андрей. У вас такое лицо ухоженное. Вы тонируете? Я пользуюсь только пудрой. Я просто сходил на почту, и они сказали, что посылка, скорее всего, отправилась обратно. И все, и они больше ничего не знают. Класс. Ну, давайте чуть-чуть подождем. Вы мне просто, если что, вы мне просто напомните, что у вас было, и я вам положу. Это я просто не помню, что вы заказывали. Пока я по штрих-коду отследил. Неотследимая по штрих-коду. Нет штрих-кода. Привет, привет, добрый вечер. У нас ночь. Камчатка вам привет придет. Камчатке привет. Доброй ночи, точнее. Новый год вы первое, я знаю, отмечаете. Я когда дружил с Алишей, это было уже давно. И она на Новый год уезжала на Камчатку. На какие-то сомнительные гастроли. И, значит, я помню, что у нас была прямо проблема в общении, потому что разница во времени была. Я просыпался, она уже ложилась спать. То есть, вот так, по-моему, 9 часов. 9 или 8 часов какая-то такая. Как ваш курс онлайн? Курс онлайн хорошо. Все хорошо, только вот вчера была такая проблемка. Ой, что это такое? А, вот, да, фильм называется «Простая просьба». «Простая просьба». Я не ошибся с названием. Да, 9 часов разницы – это проблема для общения. Для тех, кто живет, например, в Москве, а кто-то на Камчатке. Это что у вас уже сколько времени? 6 плюс 9. Три часа ночи, а что вы не спите? Привет из Кургана. В Курган недавно отправлял посылку. Кстати, знаете, вот эта отправка посылок почты – такой неплохой вариант познакомиться с географией России. Да, такие разные названия улиц. Какая-то улица была смешная. Кривой поворот. Улица – кривой поворот. То есть, наверное, улица на повороте, на кривом. Наверное, вот такой или по спиральке – кривой поворот. Еще какая-то была улица, то ли лохматая, то ли какая-то такая вот что-то. А у вас еще на курсе? А я у вас еще и на курсе онлайн. Замечательно, в 19.30 не пропустить будет эфир. Все, заканчиваем эфир этот. Пойду готовить все для курса. У вас еще есть время на дополнительный эфир. Да, после часового эфира мы еще полчаса делаем эфир, но только на той странице. Не спим, сможем. То есть, когда дети спят, вы не спите, так всегда. Я с Комсомольской на море, и у нас в Москве разница 7 часов. Да, Комсомольск на море – это там где амур у нас, река. Это рядом с Хабаровском и Владивостоком, Комсомольск на море. Скрин-рекордер для записи экрана. О, хорошая информация, полезная. День уже не зря прожитый. Ну, уже не зря прожитый, что меня на анализ щитовидной железы, на гормон щитовидной железы отправили. Ну, и вот еще вторая причина. Не знал, что такое скрин-рекордер. Не попал. Все, девочки. Именно девочки, потому что у меня очень редкая статистика у Инстаграм. У меня очень резкое соотношение мужчин и женщин в моей статистике. Поэтому девочке говорю. То есть, вы увидели, что эфир, и вы все свои интимные дела отставили и смотрите эфир. Просто подожди, 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 Андрей в эфире. Вот так это происходит? Вы понимаете? Да, понимаю. Я хотела спросить к врачу, хотите? Да, ходил к врачу. Вот, буду сдавать анализ на щитовидную железу. Андрей, вот прямо сейчас ты посмотрел мне прямо в глаз. Про панические. А, про панические. Нет, с паническими атаками еще не ходил. Я только сегодня понял, что терапевт мне там не поможет. Мне нужен психотерапевт. Мне осталось теперь только найти, где я по прописке прикреплен к психотерапевту. И после этого вообще я могу сходить в платную клинику к психотерапевту. Или вот могу обратиться, кто мне там порекомендовал психотерапевта. Но в платной почему-то у меня нет доверия. Не знаю почему. Мне кажется, что меня везде разводят. Реально разводят на бабки. Поэтому всеми услугами, которыми я могу пользоваться бесплатно, как городской житель, я предпочитаю ими пользоваться. Да, конечно, я там все хожу и оплачиваю. У нас нет бесплатного. Все там, где-то что-то оплачиваю, какие-то анализы или еще что-то. Но хотя бы из меня вот тут так как-то зашкирвон, не трясут из меня деньги. Только давай, давай, давай. Непонятно за что. Не ходи к нему, гиблое дело. Почему? Андрей, можно купить инструкцию по записи с экрана в WhatsApp? Мы на курс записывались. Директ грузит. Директ не грузит. Можно кинуть инструкцию? Да, 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 конечно. Конечно, скидывайте. Все, там то, что сердечки уже отменно, курс больше не набирается. Поэтому можете туда писать все что угодно. Бесплатно вообще крест на тебя поставят. Наоборот, бесплатно говорят, что я здоров как конь, что вообще все у меня в порядке. Это вот в платный на мне сразу крест ставят. Говорят, ну давайте попробуем. Вот так вот, типа у вас вариант уже все, но наша клиника вот здоровье. Ага, спасибо, пришло. Но наша клиника вам поможет, да, заплатите там хуй-выточь денег. И, да. Не, Андрей, исходите по психотерапевту на телесное ориентирование. Какое название? Интересно. Телесное ориентирование. Запомню. Помните, у меня хорошее. Да, и невропатолог тоже может решить эту проблему. Я потом вам в личке напишу. Хорошо. Скинуло, да. Пришло. Липс 7. Привет. Но уже эфир подходит к концу. Про панические атаки вопрос сложный. Неужели в Москве нет отзывов про спецовую паническую атаку? Нужно искать. Мне порекомендовала одна дама, очень хорошего мальчика, который помогает с паническими атаками. У нее там какие-то онлайн-курсы и не онлайн-курсы. Из-за того, что он не врач, а из-за того, что он просто написал 7 книг про это, как-то вот у меня почему-то нет доверия. Не знаю почему. Может быть зря, может быть надо ознакомиться. Но вообще этот вопрос надо быстрее уже решать. Так-то. Ой. Это что такое? Чьи-то волосы у меня почему-то в штанине были. Длинные. Это что такое? Какая-то фигня скачила. Ладно. Скину, да. Андрей, элтоцин от панических атак. Да все, что от панических атак, это все транквилизаторы. Их без рецепта не продают. Я сегодня как бы терапевту этому намекал, намекал. Я говорю, может быть вы мне дадите. Ну, сказал, что от панических атак пью фенибут, но его продают по рецепту. Я ему намекал, намекал. А он так вообще сидит, глаза в потолок или в компьютер, но не дал мне рецепт. Ну, значит, будут дальше ходить, выпрашивать фенибут. Я ему сказал, у меня одна девочка прислала название таблеток. Алко. Что-то с алко связано. Типа 15 минут и нет никакой атаки. Вот. Ну, схожу, попробую купить без рецепта. Или попробую пройти быстрее этого врача-психотерапевта. В платных их прямо учат растягивать лечение, диагностирование. Конечно. Конечно. Андрей Элта. Да. Элта-цин. Ну, по рецепту же, да? Павел Федоренко. Да, Павел Федоренко. Все правильно, я даже на него подписался. Здравствуйте. Я вам сейчас скину профиль одного специалиста. Спасибо. В Питере есть клиника. Тут типа все лечит. Может и лечит. Но мне не помогло. Очень теперь жалею, что не пришла к вам на онлайн-курс. Будут еще курсы онлайн. Только я, правда, не знаю теперь, когда. Потому что сейчас октябрь весь будет разъездной. Ноябрь. Там уже будет упор на онлайн... Ой, не на онлайн, а на очный курс. Сам себе визажист. Когда будет онлайн, неизвестно. Элта-цин. Давайте сфотку, что ли. Элта-цин. Вот так сфоткал. Атаракс, наверное. Нет. Алка что-то... Что-то атаракс похоже, но... Нет. Он его... Спецификотерапевт. Да, не его. Но он мне сразу скажет, что не моя специфика. Атаракс шикарный. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Панические атаки у вас на что? На ограничение движения. У меня на лифт. Слава богу, у меня на лифт нет. Но лифт это хотя бы, знаете, сколько там? 15 секунд мы в лифте проводим. 30 секунд максимум туда и обратно. А, например, те, кто пользуется метро, да, такие как я, или пользуются самолетами, такие как я, да, где ты минимум летишь час или минимум едешь там 20 минут в метро. Вот, тут лифт это... Да лифт это все фигня. Лифты не обрываются. Вот вам как могу сказать. Чего его бояться? Но, с другой стороны, также могут сказать, поезда не сталкиваются. Чего их бояться? Но тут в другом проблема. И лифт все-таки тут есть контроль вашего передвижения, да, в любой момент вам, мы, допустим, там, с 25 этажа спускаетесь на первый, стало плохо, вы нажали на восьмом, и у вас лифт остановился, вы вышли. Да, и у вас есть еще альтернатива ходить пешочком, да, а не пользоваться лифтом. И здоровее будете, и атак никаких не будет. А вот если вы живете, например, в 20 минутах езды на метро от своей работы, и каждый день, если машины у меня нету, потому что у меня нет прав почему-то, и на такси ездить на работу, ну, каждый день в две стороны по 500 рублей давать, это, мне кажется, перебор. Это 30 тысяч отдавать в месяц на проездной, это дорого так болеть, мне легче, легче покупать фенебут, сидеть на фенебуте, и нет никаких атак. Да, МРТ проходил не так давно, у меня там случилась паническая атака, рожденная тахикардия, а, ну, с этим, да, бывает. Так, у меня 18-й. Я говорю, вы можете спускаться в несколько заходов, от 8-го до 10-го этажа, нет, от 8-го до 12-го, от 12-го до 6-го, от 6-го до 1-го, в 3 подхода. Или можете до 6-го, от 6-го пешочком идти, как вариант. Видите, только когда толпа заходит, когда одна, ничего не случается. А представляете, в метро толпа, вот особенно если в 6-30 вечера ехать в метро, это просто какой-то кошмар. От толпы тоже может случиться атака. Нет, 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 прям такой приятный душевный эфир. Да, теперь душевный и приятный эфир будут всегда, потому что Лены Лены нет и больше не будет этого человека в наших с вами эфирах. Буду теперь отвечать я самостоятельно вопросы, которые вы задаете, как-то комментируете и прочее, потому что это было невыносимо. Все, девочки, спасибо всем большое за просмотр, спасибо большое, что смотрите. Кому-то говорю, до встречи в следующем эфире, это в 19.30. Эфир я, как всегда, сохраняю. Всем спасибо за беседу. Да, ко всем лекарствам привыкания. Все, спасибо всем большое еще раз за просмотр. Пока.